Тирасполь, 14-я школа. После 4-го урока у учеников обед. Меню первое, второе и чай. Но уже завтра из рациона уберут супы. Это коснется тех, кто обеды покупает. Для льготников все по-прежнему. Первые не успевают готовить на всех. Причина – в школе не хватает поваров. Проблему обсудили на совещании у президента. У нас текущая проблема, которая везде есть, она не снялась. Сейчас она остро стала. Сегодня утром в 14-й школе по питанию. У нас чуть не сорвали питание, потому что у нас из шести поваров есть только три. Нам пришлось сделать переброску с других школ. Пришлось закрыть буфет с платным питанием и оставить приготовление только из второго блюда. Первое блюдо готовить просто у нас физически некому. Такая ситуация у нас везде, по всем организациям. Елена Романова работает в столовой 14-й школе уже 9 лет. Каждый день приходит на работу на час раньше, в 5 утра, чтобы все успеть. Сегодня Елена Романова и вовсе могла остаться одна. Двое коллег на больничном. Еще один человек уволился на прошлой неделе. На помощь пришли повара из других школ и студенты-практиканты. Но это временно. У нас сейчас во всех школах очень плачевная ситуация. И тех школ, которых направляют, там тоже не хватает людей. Получается, мы еще забираем. Просто там чуть-чуть лучше ситуация. Техникум коммерции каждый год направляет нам практикантов. Нам это тоже очень облегчает труд. Они чуть-чуть выручают в ситуации, когда не хватает рук. Был бы полный штат, конечно, работа бы сложилась бы совсем по-другому. Из-за нехватки людей получается переработка. И вот зарплаты маленькие, поэтому люди не держатся. Те, которые приходят новенькие, конечно, их надо обучать. Но дело в том, что получается, опять же, из-за нагрузки. Они приходят, поработали чуть-чуть и ушли. Каждый день в столовой 14-й школы кормят более 200 детей. Готовят по 60 литров супа или борща, 48 килограммов гарнира. Все нужно успеть до 11 часов, пока не пришли дети. Сейчас справляться труднее. А это школьный буфет. Здесь ученики и преподаватели на переменах могут купить себе что-то на перекус. Например, сок, печенье или булочки. Сейчас на полках пусто. А завтрашнего дня буфет и вовсе не будет работать. Все из-за нехватки персонала. Первого на обед для платников не будет до тех пор, пока не наймут новых работников. Стоимость супа будут вычитать из полной цены обеда.